Провокации, совершаемые в последние дни Армении на государственной границе с Азербайджаном, способствуют обострению ситуации в регионе, сказал тренд-депутат Мели Меджлиса Вугар Искендеров. По его словам, армянские провокации на границе свидетельствуют о том, что агрессоры не собираются останавливаться. Кроме того, Армения совершает эти провокации для того, чтобы потом приписать свои действия Азербайджану, представить его как страну-захватчика и дезинформировать мировое сообщество. С другой стороны, Армения хочет, чтобы было забыто ее поражение в войне, начавшейся 27 сентября и завершившейся 10 ноября прошлого года. Также Армения пытается затянуть выполнение пунктов трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года и предпринять определенные шаги во внутренней политике до досрочных парламентских выборов. Естественно, что в последних провокациях особо выделяются реваншистские тенденции, сказал Искендеров. По его мнению, независимо от того, кто стоит за происходящими процессами, команда Пашиняна или оппозиционные силы реваншистского толка, они направлены против армянского народа и армянского общества. Известно, что после прошлогодней войны в Армении царят хаос, анархия и нищета. Официальные лица Армении в своих заявлениях опровергают друг друга. Премьер говорит одно, глава генштаба другое. И оба лгут. Как признают армянские генералы, у армянской армии перебит хребет. Они открыто заявляют, что после прошлогодней войны в Армении нет армии. Известно и то, что спасение Армении как государства только в том, чтобы использовать реалии, которые после войны создал в регионе Азербайджан. К сожалению, Армения не прекращает провокации и не делает выводов из происходящего. Азербайджан дал согласие на то, чтобы Армения, несмотря на все совершенные ею преступления, участвовала в новых проектах в регионе. Проекты, реализуемые для устойчивого мира в регионе, могут спасти Армению от гибели, сказал депутат.